всем привет ребят с вами как всегда ваш канал дневник системного администратора и сегодня хотел бы вам рассказать как можно объединить все разделы жесткого диска в один и так для того чтобы это сделать естественно нам нужно убедиться что у нас есть два раздела получается жесткие диска очень часто когда вы покупаете например компьютер да он может быть уже с установленной операционной системы и может быть диск c и диск d это делается для того чтобы например на диске d у вас например хранилась какая-то информация естественно она у вас сохранялась если что-то у вас случается с операционной системой то есть естественно если у вас будет один диск то вы возможно все потеряете например если что-то случится с вашей операционной системой а так как есть у вас например определенный диск d то у вас естественно информация возможно сохранится но сегодня дело не о том а я расскажу о том как можно объединить два вот этих отделов в один для того чтобы это сделать нам нужно зайти либо же открыть управление компьютером открываем естественно управление дисками вы должны обладать учетной записью администратора либо же можно нажать кнопочку windows плюс r и сюда нужно ввести команду которая называется диск mg mt нажимаем кнопочку ok и тем самым мы получается запускаем управление дисками естественно второй способ лучше запускаем с помощью него давайте немного разогнем и так что мы видим получается у нас есть два раздела вернее 3 за резервированной системы диск c и диск d получается это все один физический жесткий диск чтобы нам например объединить диск c и диск d в один естественно нам нужно для того чтобы это сделать получается смотрите нажимаем правой кнопкой мыши у нас получается мы можем сжать том но у нас нету кнопочки расширить том нам нужно удалить данный раздел чтобы мы смогли расширить за счет него получается наш диск c но учтите что диск d получается потеряется вся информация если вы например полностью нажимаем удалить том как видим удаление том может уничтожить все данные на этой машине получает нажимаем да и как видим мы удаляем и у нас появляется не распределенная область вот получается если у вас появилось что есть не распределенная область то естественно вы можете добавить эту область к вашему диску c например давайте вот так вот нажимаем правой кнопкой мыши выбираем расширить том и нажимаем кнопочку далее видим у нас вот доступно мы можем принципе если мы хотим сразу выбрать все пространство и перенести сюда мы получается кликаем и переносим либо же например мы можем выделить определенным например можем выделить например всего лишь там 100 до 195 гбайт а 100 вот так вот таким методом нажимаем кнопочку далее и мы добавим получается 100 если же мы полностью введем вот эту вот сумму например будет 199 до нажимаем кнопочку далее как видим вот это все нераспределенная пространство мы добавим диску c нажимаем кнопочку готова как видим у нас получается теперь получился один локальный диск c до видим у нас стал почти 300 гбайт а диска d у нас теперь нету чтобы сделать диск d нам нужно сделать например хотим сжать то нажимаем выполняется опрос тома для определения доступного места для шати получается здесь нам нужно для начала сжать данный диск чтобы потом сделать нераспределенное пространство и создать например диск d но смотрите вы можете это делать если у вас нераспределенное пространство будет сейчас я вам покажу вот как видим на у нас можно сжимать получается 246 гбайт но мы например давайте сделаем 140 до нажимаем 146 нажимаем кнопочку сжать ждем определенное время как видим вот у нас появилась получается нераспределенное пространство давайте создадим естественно локальный диск d выбираем создать простой том выбираем кнопочку далее смотрите некоторые сделаю делать постоянно ошибку например указывает что размер простого тома например меньше думаю что например они оставят нераспределенную область например перед получается диском c вернее не перед а после диска c а потом будет диск d да и тогда они думают что они смогут добавить любами да но так не получится сделать например давайте я вам покажу я специально оставлю ну давайте оставлю вот так вот нажимаем кнопочку далее назначить диск д нажимаем кнопочку далее здесь нтfs по умолчанию новый здесь можно написать локальный диск нажимаем кнопочку готова как видим получается вот мы создали диск d но как видим неразмеченная область у нас ушла получается у крайне положение То есть, получается, теперь к диску C мы все равно не сможем расширить том, потому что нам не будет доступна данная функция. Мы сможем это сделать только к диску D. Получается, или же, например, создать еще один диск, например, E. Можем, например, выбрать создать простой том и так же само создать еще один диск. Или же, например, можем расширить данный том диск D. Нажимаем кнопочку Далее. Далее здесь готово. И тем самым у нас получается полный объем. Вот, в принципе, ребят, на данных этапах я вам показал, как можно объединить несколько логических дисков, получается, в один. И также показал, как можно их разделить, сжать и выделить определенное пространство под диск D. Вот с вами был канал НИИС системного администратора. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Всего хорошего. До свидания.